Марка Бентли призывает на сервис восьмицилиндровые кроссоверы Бентейга, проданные за последние два года. Это 104 машины, у которых под капотом нашлась бракованная муфта бензопровода. Как выяснилось, под воздействием высоких температур материал детали может размягчиться, и в результате чего, вероятно, утечка топлива. А где утечка топлива, там нешуточный риск возгорания. Соединительную муфту, не соответствующую спецификации, заменят. Разумеется, бесплатно. А при необходимости на автомобиле вдобавок обновят программу управления вентилятором. Между тем, это уже вторая отзывная кампания для Бентейги за последний месяц. А вот проблема, которая нас пока вообще не касается. И, скорее всего, не коснется. Чешские СМИ опубликовали жалобы владельцев новой Октавии на голосовой помощник Лаура, который не понимает чешский язык. Проблему пробовали решить обновлением медиасистемы. Однако это закончилось отказом подушек безопасности. При этом Лаура не только не распознаёт голосовые команды, но и может повести себя странно. Например, внезапно выключить акустику. Кроме того, у новейшей Октавии перегревается центральный тачскрин и отказывает система старт-стоп. Инженеры Шкоды услышали критику и сейчас занимаются решением многочисленных электронных проблем. Но больше всего проблем за последний месяц собрал Мерседес. В России этот бренд объявил уже более десятка сервисных компаний. Большая часть опасных неисправностей замечена за коммерческими моделями Vita и V-классом. Однако проблемы числятся также за половиной модельного ряда марки. Это E-класс и C-класс, кроссоверы GLC, EQC, спорткар AMG GT, а также рамные G-класс и X-класс. В общем, немцам явно стоит поработать над качеством. Между тем, российские дилеры того же Мерседеса пожаловались на нехватку новых машин. Также дефицит наметился у других премиум-марок, включая Audi, BMW и Jaguar Land Rover. У массовых брендов ситуация не лучше. Ажиотажный спрос возник как минимум вокруг автомобилей Skoda, Volkswagen, Kia и Hyundai. Прогнозы неутешительны. Продавцы, сравнивая количество клиентов и поставки машин, уверены, что ситуация улучшится только поздней осенью.